Хотел вот по итогам обсуждения мнение свое высказать. Мы сегодня много внимания уделяли тому, а как все-таки позиционировать вот наш совет. И мне представляется, что действительно много отраслевых совет, есть российское аграрное движение. Если мы не найдем свою нишу, то мы можем затеряться. Вот как я вижу особенность нашего совета? Это плотная опора на местах, хорошая база, когда понятны все проблемы, конкретные на местах, но не самоцель менять там эти конкретные проблемы. Обобщить их и выйти, исходя из этих проблем, на первичные истоковые проблемы. Потому что мы с вами никогда не решим вопрос, ну полушутя сейчас говорили, через новых вождей. Нужно менять концепцию управления государственностью. Есть так называемая концепция, которая сама по себе работает. И если мы это не осмыслим, то мы ничего не изменим. Нам нужно иметь серьезнейшую интеллектуальную команду, которая будет обобщать вот все то, что идет с мест. И только тогда мы найдем свою нишу, когда выйдем на базовые. Ведь поймите, интеллект это не просто калейдоскоп, понимание калейдоскопа существующих проблем. Интеллект это умение эти проблемы выстроить, выявить причинно-следственные связи. Что еще вытекает? Так вот, я вам скажу свое твердое убеждение после 20-летнего изучения этой проблемы. Первичен судный процент. Все остальное вторично. Это я вам могу доказать. И тарифы, и налоги, и все остальное. Первичен в управлении государственность судный процент. Если государство не понимает, что это первично, если оно вдруг увязывает это с инфляцией, то значит непонимание. Не инфляция зависит от судного процента. Не судный процент определяется инфляцией. Всегда инфляция будет такой, какой вы по произволу установили судный процент. Управление это установление судного процента. Как только он выше, чем рентабельность работы предприятий, забудьте о вариантах возрождения реального сектора производства. Поэтому я не претендую здесь на истину в последней станции. Но еще раз говорю, наша задача коллегиально создать мощный интеллектуальный центр, который будет, взаимодействуя с ситуациями на местах, предлагать вот эти концептуально значимые проблемы. И когда я говорил о шеймуратиках, я вовсе не для того говорил, как здесь мне сказали, чтобы их ввести сегодня. Я говорил о том, что кредитно-финансовая система и денежная система страны абсолютно не приспособлена для решения проблем. И как иллюстрация, приводил пример с шеймуратиками. В чем там проблема? Там деньги с отрицательным судным процентом. То есть они каждый месяц теряют в цене. И благодаря этому этот опыт проводился не только в Шеймуратово. В Вёргале, австрийский город еще в дальние поры. В десятки раз увеличиваются объемы производства, как только вы вводите денежную систему, основанную на иных принципах работы. То есть это иллюстрация недееспособности нашей денежной системы. Вот если мы с вами выйдем на эти вопросы, то мы получим, что называется, свое место в решении проблем, которые стоят перед государством. И реальную помощь окажем президенту нашей страны. То есть мы должны в конечном счете понимать, что бесполезно идти на баррикады. Нужно работать на президента. И если мы грамотно сработаем, то за нами будущее, я считаю. Спасибо. Спасибо, Виктор Алексеевич.